Ураганные последствия Харви, разрушительный шторм, который в эти выходные терроризировал американский штат Техас, принес с собой наводнение. Оно может стать рекордным. Что сейчас происходит в районе стихийного бедствия, узнаем от Дмитрия Нопченко. Он стал самым мощным ураганом на территории Америки за последние 12 лет. С тех пор, как в 2005-м на страну обрушилась Катрина, последствия которой в Новом Орлеане до сих пор не до конца ликвидировали. Харви оценили в 4 балла по 5-бальной шкале. 300 тысяч человек остались без света. Есть раненые. Нью-Йорк Таймс сообщила о пяти погибших. И хоть к этому моменту ураганный ветер утих, главной угрозой сохраняется масштабные наводнения. Они грозят крупнейшим городам Техаса, в том числе и столице штата. Люди, передвигающиеся по залитым водой улицам на лодках, тут теперь обычная картина. Полицейским катерам приходится подбирать тех, кто не может выбраться из домов самостоятельно. Я ездил по этой дороге каждый день. Это просто безумие. Дорога превратилась в реку. Это все очень страшно. Сейчас мы передвигаемся по менее затопленным участкам, осматриваемся. Но не думаю, что в ближайшее время мы куда-нибудь сможем уехать. Чтобы помочь местным жителям, на выходных прибыли 3000 бойцов Нацгвардии. Еще 1000 экстренно переправили сегодня. По данным ФЭМА, Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, помощь понадобилась почти полумиллиону человек. Ситуация все еще не стабилизировалась. Мы до сих пор не восстановились. Мы думаем и планируем, готовим спасательные команды. И это миссия по спасению жизней. Стихия дорого обошлась Америке не только из-за масштаба восстановительных работ. Техас – нефтяной штат. И сразу три крупнейших компании остановили работу своих перерабатывающих заводов. Там всего за сутки производили до 2 миллионов баррелей топлива. И рынок уже сейчас лихорадит. Дональд Трамп отрапортовал ситуацию под контролем, спасенных тысячи и объявил, вылетит в Техас уже завтра, чтобы на месте во всем разобраться. Для него это первый ураган за время президентства. Во время избирательной кампании Трамп жестко критиковал Обаму. Мол, как мог глава государства во время страшного наводнения в Луизиане уехать в отпуск и играть в гольф. Поэтому сейчас президент просто обязан показать пример и личного участия, и эффективного решения проблем тех, кто пострадал от ударов армии. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.